приветствую друзья с вами интернет-магазин invicta.com.ua и в этом обзоре мы рассмотрим швейцарские часы invicta из коллекции резерв thunderbolt не буду долго вникать в суть откуда выросла эта модель уже не первый раз она появляется в обзорах буквально вот недавно я делал обзор на такие же часы с эпатажным напылением здесь конечно очень же яркая позолоченная модель но уже не такая прям сверх яркая как те часы с материалом к сожалению который я так и не определил в общем-то эти часы очень крупный диаметр корпуса 52 миллиметра толщина 18 миллиметров вес 378 грамм часы очень в руке ощущаются повторюсь корпус и браслет сделаны из нержавеющей стали с по золотой давайте в общем-то осматривать модель со всех сторон застежка раскладная с фиксатором сатинированная как вы можете видеть на ней сейчас пленочка застежки эти уже классические для invicta на самом деле очень удобные и надежные внутреннюю часть здесь по некоторым соображениям не стали напылять это трущаяся деталь здесь по золото просто может стереться поэтому здесь как бы не заморачиваются зато здесь есть вот гравировки invicta коллекции стейнл стил нержавеющая сталь в общем-то все серьезно и по-взрослому выглядит задняя крышка часов сейчас с пленкой поэтому несколько отсвечивает здесь опять же гравировка коллекции и практически все характеристики выписаны по окружению задней крышки часов очень крупные и удобные кнопки для настройки единственный минус что если вы очень туго будете браслет укорачивать эти кнопки вам будут давить запястье поэтому какой-то некоторый зазор и свобода когда вы укорачиваете браслет должны быть чтоб никакого дискомфорта у вас не возникало такой массивный жгут этим не очень боковые детали нравятся вот как-то наискось повернуты болты которые крепят браслет корпусу примут как глаза смотрят и с этой стороны гелиевый клапан для стабилизации давления в корпусе часов то профессиональная дайверская модель здесь кнопки все завинчивается для лучшей герметичности корпуса вот эта штука нужно простыми словами вот когда всплывать из большой глубины создается чуть через чрезмерное давление и чтоб от этого не треснуло стекло в общем то в этом клапане есть гелий который стабилизирует давление в корпусе я не могу точно рассказать как он работает но он как-то высвобождается и создает нормальное давление в корпусе часов если вы знаете как это работает работает поделитесь пожалуйста в комментариях и давайте покажу как часы смотрятся на моей руке запас браслета очень серьезным поэтому я без проблем делал часы через кулак даже не расстегивал посмотрите какой огромный запас то есть инвикто намекает часы эти на руку большую у меня запястье 18 сантиметров обхвате принципе по ширине часы подходят и на моё запястье ну вот по внутренним внутренним ощущениям моделька все же великовато для моих часов и такой вес прям конкретный ощущается и давайте продолжим по функционалу начнем с кольца безеля он вращается против часовой стрелки на нем минутная разметка с интервалом в пять минут в принципе видели очень удобный очень плавный мягкий ход очень собранный люфта здесь нет вот такого плана безеле мне очень нравится очень хорошо за него цепляться и очень легко вращается приятный хруст безель использует для интервалов для замера интервала времени большей степени под водой давайте чтоб вы лучше поняли я переведу в крайнем положении заводной головки стрелку подальше вот против часовой стрелки в крайнем положении меняется время и вот вернемся к безелю ставим его отметку 0 это 60 минут тавтология напротив минутной стрелки и допустим мы погружаемся с аквалангом у нас кислорода 40 минут когда минутная стрелка с нуля безель покажет на 40 минут соответственно прошел этот интервал времени таким образом безель работает циферблат здесь глубоко очень усажен тоже в золотых цветах как и корпус очень яркий хорошо читается стрелки и метки часов покрыты специальным составом 3 нет который накапливает энергию и светится в темноте давайте покажу как это смотрится в часах установлено закаленное стекло flame fusion это фирменное стекло которое викто делает по запатентованной технологии стекло прочная очень надежная на циферблате в левом верхнем маленьком циферблате дни недели есть секундомер хронограф упрощенном виде состоит из счетчиков 30 минут маленький нижний циферблат и секундная стрелка 60 секунд запускается верхняя кнопка и щелчком кнопки как вы можете видеть очень легко вывинчиваются верхняя кнопка останавливается нижней обнуляется в правом верхнем маленьком циферблате идет основная секундная стрелка часов дата меняется в первом положении заводной головки против часовой стрелки в часах установлен швейцарский механизм скале с калибром рондо z60 простой но очень надежный в общем-то механизм на этом по функционалу все давайте напоследок посмотрим на часы общим планом в общем то такая интересная эффектная яркая модель не на каждый день и не на каждую руку ну я своих обзорах повторяюсь что когда вы покупаете такие часы скорее всего вы мужчина уже состоятельный и вашей коллекции уже есть более повседневные более простого вида часы и в общем то вы просто хотите побаловать себя чем-то особенным и вот какие-то особенные дни под правильное настроение в общем то покупайте себе эти часы на этом буду заканчивать обзор надеюсь он был полезным понравился ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал всем хорошего дня пока